Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. И сегодня мы говорим о плюсах и минусах раннего развития детей. Я пригласила эксперта, психолога-педагога Елену Петушкову, чтобы эту программу вместе нам раскрыть, и тема, чтобы была понятна всем, не только женщинам и мужчинам, но даже тем самым детям, о которых мы будем разговаривать. Лена, здравствуйте! Добрый день! Лена, смотрите, ребёнок в XX веке и ребёнок, который рождается в XXI, мы уже так можем громко сказать, да, они отличаются ведь? Конечно! Чем? Ну, они рождены прежде всего в другую эпоху. Эта эпоха определяется прежде всего родительским сознанием. Родители, они стали другие, поэтому и дети идут другие от этих родителей. Почему? Очень много техногенности и мало души. И мало души. Вы считаете, что 19-20 век – это как раз то самое время, когда больше уделяли душе и родители, и дети внимание, да? Да, потому что темп жизни был несколько другой. Там можно было, ну, медленнее жить. Прочувствовать, да, всё это? Да, можно было созерцать больше. Хорошо. Но тем не менее, у вас уже есть опыт, вы видели тех детей, которые были в XX веке, и вы теперь видите и растите тех детей, которых вот, я бы сказала так, новое поколение, да? Да, раньше у нас был разворот больше в семью. Или же нет? Этого не было. Очень многие говорят о том, что семья имела большее значение раньше, нежели сейчас. Я думаю, что нет. Я думаю, это зависит от уклада каждой семьи прежде всего, от взглядов родителей, от тех основ, которые были заложены именно этим родителям, их родителям. То есть это и семейная система. И она сохраняется порой даже там, ну, не знаю, столетиями. Я считаю, что это так. То есть мы не можем обобщать вообще, вот как бы, да, вы говорите? Нет, не можем. Каждая семья – это отдельная история, да, и отдельное отношение к... Отдельные традиции, отдельные устои, уклады и... И отдельное отношение к ребёнку, да? В одной семье всегда бывали, ну, там, да, из поколения в поколение рады рождению детей, да, и их воспринимали как, ну, божий дар, да? Да. А есть семьи, где ребёнок воспринимается как, ну, да... Ну, так получилось. Так получилось, да. Хорошо. Современные родители, они принимают решение, что в их семье появляется ребёнок, да? Как вы думаете, с каким чувством, с какими мыслями вот именно родители современные в 21 веке, да, к этому процессу подходят? Я думаю, что стало больше осознанного родительства. Это связано, во-первых, с ритмом жизни, с темпом жизни и с уровнем притязаний этих же родителей. Потому что, будем говорить так, 80-е годы и так далее, когда у нас страна ещё была закрыта, и мы мало что знали, мы считали, что так и должно быть. Сейчас у многих открываются глаза на многие возможности. И те возможности, которые не имели родители родителей, почему-то хотят воплотить это в детях. Поэтому как бы уровень притязания на ребёнка, он очень высок в большинстве. То есть мы можем сказать, что ребёнок в настоящее время часто бывает таким вот капиталом, в который пытаются родители вложить, да? Именно, именно. И от этого становится очень грустно порой, потому что они самого ребёнка, его душу, его стремление они не видят в этой гонке. Но ведь часто они говорят, зато мой ребёнок будет более успешен, потому что он сейчас получит то, чего не получил когда-то я. Зато мой ребёнок будет иметь больше возможностей. То есть это опять-таки ведь от любви, да? Вроде как от любви. Вроде. Но палка всегда о двух концах. То есть получая одно, мы можем недополучить другое. Ребёнок, будем так говорить, до определённого периода времени, он является незащищённым от внешнего мира. И он требует просто такого покровительства родителей, чтобы его оберегали, чтобы его любили, чтобы действительно ему было тепло именно в этой любви. А как правило, родители готовы отдать ребёнка на какое-то там раннее развитие, ещё на какие-то занятия уже чуть ли не с шести месяцев. Очень популярно. Очень популярно. Это веяние, да. До года. Как бы понятно, что мама, она выключается из ритма жизни, который ей знаком, то есть она всё по часам делает. И тут она вдруг оказывается будто неудел, и поэтому она идёт куда-то, чтобы ей заполнить своё время. В это время там есть и плюсы, но много и минусов. Поэтому ребёнок включается вот в эту, будем говорить, такую интеллектуальную гонку уже с малых-малых лет. С самого рождения, да? Да. Историю, которую мне рассказывали. Так как я работала раньше в родильном доме, говорят, что прямо сейчас только ребёнка приводят, приносят маме. Мама уже говорит, ну что, будем изучать гласные. Легко. А, О, У, И. Есть теория внутриутробного уже развития, воспитания, ребёнок слышит. Да, я не отрицаю это. Это действительно так, потому что мы учим всем своим примером, своим голосом, звуками. Ребёнок воспринимает все вибрации. Естественно, да. Ну и ещё надо заметить, что сейчас даже врачи-гинекологи, как только узнают, что женщина в положении, сразу же начинают прописывать фолиевую кислоту, всевозможные витамины для того, чтобы ребёнок был умным, красивым, смелым, отважным и так далее и тому подобное. Ну, тем не менее, мы сейчас говорим о том, что дети – это огромная часть нашей жизни, и мы готовы с ними взаимодействовать. На каком уровне, вот, да, сейчас мы проговорим. Но я предлагаю не брать совсем маленький возраст, когда мама полностью, когда ребёнок находится полностью в поле мамы, да. А давайте возьмём возраст, ну, чаще всего, с какого возраста отдают ребёнка вот в социализацию? Ну, будем говорить, это два с половиной, два года, так вот. Причём, знаете, я вот что заметила, детей, которых отдают после трёх лет, у них процесс адаптации проходит намного сложнее, чем у деток, которых отдали чуть раньше, да? Да. Вы тоже замечали это, да, в своей практике? Это уже априори. А почему? А потому что мы наталкиваемся на кризис трёх лет. То есть раньше этого кризиса нет, а тут ребёнок уже всем говорит, я сам. Может, не может, он всё должен делать сам. У нас терпения не хватает. Сесть и подождать, когда он наплюхается со своим сам, у него не получится, он скажет, мама. Или там выставит элементарно ногу, надевая ботинок, я намучился. Поэтому мы наталкиваемся на кризисные моменты. Поэтому всё сложно. А тут ещё и новая социализация, новые люди, новые требования. Мы выключаем ребёнка в этот момент из семейной системы. То есть до трёх лет, я сейчас говорю теоретически, ребёнок пребывает в определённой системе, в определённой комнате. Он ограничен определённым количеством лиц. То есть там бабушки, гости какие-то, мама, папа. И тут мы, простите меня, забираем всё дорогое, приводим его, пусть в красивое, но незнакомое помещение. Там какая-то тётя изображает из себя, что она его всего любит. А он даже речи её порой не понимает, потому что другая интонация, другое обращение. Многие дети своё имя воспринимают только из уст родителей. И когда ему другой человек говорит его имя, называют, он даже не слышит. Вот это очень часто. Поэтому ребёнок, такое впечатление, он оказывается как в лесу, он как заблудился. И ему, конечно же, надо в этом помочь. Да, обязательно. Итак, каким образом мы помогаем? То есть вот мы с вами сейчас говорим о том, что возраст примерно 3 года – это очень важный период в жизни малыша. Ведь именно сейчас он как раз находится в том самом состоянии, когда я вроде бы уже готов от этой системы, из этой системы выйти. Потому что недаром же, недаром с трёх лет у нас в детские садики начинают отдавать. Но в то же время я ещё совсем некомпетентен в очень-очень многих моментах. Помогают ли ранние школы развития, как вы считаете, которые дают, например, с полутора лет, с двух лет, уже мягче пройти адаптации ребёнку трёхлетки в садик? Ну, несомненно, помогают, потому что они расшатывают семейную систему. То есть ребёнок выходит за рамки того помещения, в котором он пребывает, в котором ему комфортно, в котором ему защищён. Естественно, они помогают. То есть к трёхлетнему возрасту он уже... Он уже понимает, что есть нечто другое в жизни. Есть мой дом, но есть и другие места. И вот это одно из таких мест, например, детский сад, да? Или школа развития. Хорошо. Вот по возрастным, по психофизиологии, сколько ребёнок способен на какое время удержать своё внимание? Вот три-четыре года, да? И что в это время ему полезно, опять-таки, с точки зрения педагога-психолога? Ну, если мы будем опираться на санитарно-гигиенические нормы, то есть на требования к нагрузке учебной, там идёт время 15 минут. Но моё мнение таково, что если в течение 15 минут менять виды деятельности, ты можешь с ребёнком провести целые сутки. И ты не потеряешь ни интереса, ни его, как бы, внимания. То есть он не потеряет работоспособность, он будет активен. Тут правильно выстроить виды деятельности. Активные виды деятельности, познавательные, продуктивные. То есть всё зависит от человека, который оперирует этими методиками. Вот у нас сейчас слушают молодые мамы, мамы с опытом, да? Давайте мы сейчас прямо на таких очень доступных словах объясним, как, например, с ребёнком 3-4 лет можно заниматься дома. При этом это почти та же самая школа развития. Да. Что необходимо, что можно делать с ним легко и непринуждённо? Давайте возьмём элементарную пирамидку, да? Как бы все дети складывают пирамидки, они им нравятся, можно эту пирамидку сложить. Потратим на это, ну сколько, 3-5 минут. После этого мы потеряем какое-то колечко от пирамидки. То есть спрячу, ты закрой глазки, а я спрячу красное колечко. Посмотри, вот это красное колечко я спрячу. И куда-то это колечко кладётся. Ребёнок должен встать со стула или там с ховрика и поискать это колечко. Поделать по этой же комнате, да? Да, по этой же комнате его поискать. После того, как мы находим это колечко, мы меняем другой вид деятельности. Мы берём красный карандаш, обводим это колечко на листе бумаги. То есть у нас сразу уже идёт... Тут уже развитие моторики, да? Да, и моторика идёт. И также мы и сенсорное развитие задействуем. Если мы не можем обвести карандашом, мы можем... Мелком. Мелком. Ну, материалов много. Мы можем даже само колечко закрасить и сделать штамп из этого колечка. А потом ещё взять маленькие ножницы, да, и вырезать. И вырезать это всё, да. И это колечко куда-нибудь на магнит приколоть. Отлично. И ребёнок видит... Да, и после этого мы можем опять сложить пирамидку, но уже у нас не достаёт одного колечка. И говорим, какого кольца у нас не хватает. Большого, маленького, побольше, поменьше. То есть таким образом мы можем все колечки раскрасить, вырезать. Но это у нас уйдёт час. Вот видите, как легко и просто, да, и иногда даже не надо посещать эту же школу развития. Но тем не менее, давайте мы с вами проговорим, почему... Всё-таки я не за домашнее развитие, а почему я за то, что ребёнок должен раздвигать границы и выходить в соц. Тут, знаете, тут много аспектов. Прежде всего, не каждый родитель является педагогом. Моё мнение таково. Родитель должен любить. То есть мама, папа должны любить. А не всегда требовать и объяснить. Только любить. Вот больше ничего не надо любить. На этой любви вырастет абсолютно всё. Потому что, как правило, уровень родительской компетентности, он намного ниже, чем их профессиональное знание. Поэтому можно навредить больше, нежели. То есть мы можем отвратить ребёнка вообще от получения всякого рода знаний. Очень мало родителей, которые осознают то, что ребёнок это в жизни видит впервые. Для них-то это уже привычное явление. Этот же карандаш он когда-то берёт впервые. И догадаться, что этим карандашом надо с нажимом где-то проводить, а потом удержать, что это именно должен быть лист бумаги, а не стена, пол и так далее. Вот почему-то родители в большинстве от этого отрешённо отказываются. Ну потому что тоже не являются, во-первых, педагогами. Не являются. Поэтому вот подспорьем является центр развития. Он является таким подспорьем, что он повышает уровень родительской компетентности. Он учит маму, папу там ещё играть с ребёнком, общаться на уровне игры. То есть у них такой появляется период, как бы опуститься в своё детство, окунуться туда и поиграть точно так же, как будто бы я первый раз с этим. И посмотреть на всё происходящее глазами своего собственного ребёнка, да? Да, именно с точки зрения ребёнка, а не со своего, как сказать, птичьего уже полёта. Поэтому я за. Вот и я тоже за это же, да. Ещё мне, знаете, кажется, что именно в такие моменты, когда мы отдаём ребёнка, да, что, ну пусть это будет школа развития или какие-то группы, что мы показываем, что я доверяю этому миру, да. Прежде всего, да. Потому что очень часто, по крайней мере, я наблюдаю детей, которые всё время пребывают в этой семейной системе, а потом их отпускают в начальное звено школы, да, то там... Уровень тревожности достаточно высокий. Да, очень высокий, да, и ребёнок не справляется с тем, что ему было бы, в принципе, по возрасту. Даже элементарно какие-то вещи здесь делать. Хорошо, значит, процесс социализации. Давайте поговорим с вами о играх, которые вот этому возрасту, мы сейчас будем ближе пробираться уже 4-5, какие игры должны преобладать. То есть, смотрите, у нас сейчас есть такое поверье, что, ну, родители, по крайней мере, я смотрю, они регулярно усаживают ребёнка за столы, да. Но когда им начинаешь объяснять о том, что ребёнок в это время не должен сидеть за столом на стульчике и терпеливо раскрашивать что-либо, да, а он должен в это время играть, родители говорят, как играть? Всё, мы уже отыграли, да. Какие игры доступны, понятны и вообще востребованы сейчас детьми? Я скажу, что игры, востребованные в любые времена, практически одни и те же. Только качество этих игр немного изменяется. Говорить о том, что усаживать за стол, моё мнение таково, что ребёнок слышит и видит везде, в углу или на стуле одинаково, лишь бы ему было интересно. Как правило, многие дети могут делать два дела одновременно. Включаться, выключаться. То есть это уровень устойчивости внимания. Интересно, он будет тут. Неинтересно, ты хоть что-то выплясывай, он будет заниматься своим делом. В таком возрасте, конечно, уже нужно обращать внимание на мелкую моторику руки. Как правило, у нас пальцы у детей очень неразвиты. Мы все ударяемся в интеллект и забываем о психофизическом, о моторном развитии. То есть надо делать уже акцент на развитии мелкой моторики. Это как можно больше рисования, лепки, какой-то аппликации. И как можно больше давать детям возможность экспериментировать с различными предметами, материалами. То есть всё, что угодно. У нас не надо готовить какую-то специальную среду. Экспериментировать можно с солью, с водой, с песком. То есть всё, что попалось под руку, вспомните своё детство. Что вы делаете? Пуговицы, замки. Да. Тонет, не тонет, примагничивается, падает, взлетает. Тяжело. То есть он должен познать именно устройство физического мира. Вот в этом возрасте. Потому что это интересно. Кроме того, было бы здорово, чтобы это не только он самостоятельно этим занимался. Естественно, да. Чтобы вы включались в эти процессы. Потому что... Всё должно быть совместной деятельностью. То есть любая деятельность должна объединять участников. К тому же, любую деятельность можно превратить в игру. Однозначно. Главное, обёрдочку такую красивую сделать, да, словёстную. И сейчас мы с тобой будем пиратами, да, поварами, коками и тем, кем угодно. То есть мы сейчас не будем заниматься. Мы сейчас сядем, будем заниматься. Нет, мы сейчас с тобой отправимся куда-то. В путешествиях, к примеру, да? Да. Хорошо. Лена, смотрите, очень важно, на мой взгляд, да, чтобы родитель это делал искренне. А родители часто говорят, какая искренность, о чём вы? Мы устали, нам некогда. Мы пришли, мы валимся с ног от усталости. Как играть? В какой момент тогда заниматься, взаимодействовать с ребёнком? Ну, самый сложный – это родительский институт. Вот самый сложный. Вроде бы, каждому из нас нужен ребёнок, но мы не можем выделить какое-то время для ребёнка. Мы для всего выделим время. Для работы – 8 часов в день минимум. Мы выделим время для ужина, для похода в кино. Но для ребёнка нам очень сложно выделить время, хотя это самое дорогое. А почему так? А это так вот сложилось почему-то. Мне это очень трудно понять, хотя по большому счёту надо оставить в жизни всё, отодвинуть чуть подальше и заняться именно ребёнком. Потому что это самое дорогое, изменяющееся каждый день, каждый час. Тут уже идёт, как сказать, степень осознания этой важности. Если родитель осознаёт важность, то есть мама, папа, они распределяют обязанности между собой, и устанавливается определённый алгоритм действия в семье. У ребёнка тоже вырабатывается условный рефлекс, что со мной сейчас будет играть папа. Мама в это время будет готовить. В какой-то момент я помогаю маме что-то делать. То есть это всё должно быть вместе. Это система, которая взаимодействует. И взаимодействовать надо на разных уровнях. Это надо просто для себя, родителям, прежде всего, уложить, расставить и принять к действию. Прежде всего. Ну, так, может быть, звучит немного грубо, но чтобы ребёнок был вписан в ваш тайм-менеджмент. То есть вписался. Иначе тогда задаём себе вопрос. Зачем? Зачем я носила 9 месяцев под сердцем? То ли я хотела. Да. И моменты, которые себе очень часто задают родители, а такого ли материнства или отцовства я себе хотела. Потому что мы очень часто начинаем детей своих воспринимать как какая-то одна большая проблема, которую всё время надо решать. Это всё от уровня компетентности. То есть у нас завышенные потребности. Мы хотим даже завышенные ожидания по поводу ребёнка. То есть это когда я мечтаю, чтобы он был таким-то таким, а он вдруг не хочет быть таким. Это тема безусловного принятия. Давайте, кстати, про безусловное принятие. Итак, вот он растёт. Уже ему 4-5, мы с вами уже проговорили. Он уже играет в какие-то ролевые игры. У него уже развёрнутые сюжеты. Он уже может много что вам объяснить. И, может быть, даже вас многому может научить сам. Но вы его видите в том, что он должен пойти в физмат, никак не иначе. А он в это время берёт и рисует на стенах великолепные картины. Что делать? Вот приводят к вам ребёнка и говорят, так, у него, в общем, светлое будущее, но он математиком должен быть. Потому что сейчас вот это системное мышление, оно должно быть у него развито на уровне, потому что мы там ему дальше уже прописали все картинки, виденья его жизни. А он не хочет. Пожалуйста, вы психолог. Вы сделаете что-нибудь? Ну, это, конечно, очень такая спорная, сложная ситуация. Мы с ней сталкиваемся очень часто в процессе своего, как бы сказать, жизнедеятельности. Отрицать не буду. Делаем то, что просят родители. Но это идёт только в первый период времени. То есть я считаю так, что ребёнок, практически все дети, талантливы во всём. То есть куда ты упрёшься, что ты будешь делать, там ты и достигнешь высот. Всё дело в твоей последовательности. В системе. Да. Ну, система, последовательность, как бы такие аналогичные понятия. Ты можешь добиться, но будешь ли ты счастлив с этим? Будет ли счастлив твой ребёнок? То есть тут уже идёт работа. Во-первых, да, ты работаешь над логикой, но эта логика, она переходит в какие-то чертежи. Если ребёнок любит рисовать. Какие-то мы рисуем лабиринты, ещё что-то мы переключаем, и далее нам надо переключить родителя именно на успех ребёнка в этой области. То есть мы разворачиваем родителя в сторону ребёнка. Посмотрите, у него вот это здорово получается. Вот здесь не хватает техники. Вот это, вот это. Но это нужно достичь только вот такими-то занятиями. То есть я бы не говорила об однобокости развития. Да, есть интеллектуальное развитие, но художественно-эстетическое никто никогда не отменит. И каждому из нас надо где-то расслабляться. Чтобы там расслабиться, увидеть красиво, этому тоже надо учиться. И этому тоже учат родители. Да, прежде всего. Поэтому как эта идея, это всестороннего развития личности. Кстати, про всестороннее. Вот я, например, замечала, что родители очень активно развивают физически. Он занимается, ребёнок спортом, он плавает, он бегает на коньках. Интеллектуально. Он ходит в шахматы, он решает какие-то задачки. А вот про эмоциональный интеллект родители даже не слышали. Как, кстати, с этим справляться, чтобы наши современные дети были чувственными, хорошо воспринимали этот мир и в то же время могли сами себя выразить? Ну, это тоже идёт из семьи. Если в семье проговаривают свои чувства, что я чувствую, что мне нравится, что мне не нравится, ребёнок способен это ранжировать. Ну, как правило, молчат. Как правило... Не обсуждают. Не обсуждают. Услышать такое, что мне неприятно, когда, очень сложно. Мне не нравится, можно услышать. Ты меня порадовал. Вот нужно всегда говорить о своих чувствах. То есть ты меня огорчаешь. Мне это очень приятно. Можешь ли ты мне доставишь такую радость? То есть всё идёт из семьи. И если в семье эмоции закрыты на замке, то ребёнок тоже будет глух. Поэтому мы сейчас... Можно, конечно, научить. Можно сходить на какую-то там психологическую программу, которая научит выражать чувства. Различать их на пиктограммах, на каких-то картинках. Но можно всё это проживать в вашей собственной семье. Но это лучше действительно прожить на практике, нежели давать вот эти теоретически оторванные знания. Почему? Ребёнок, оказываясь в этой системе, где ему это показывали, он будет ориентироваться. Предъявив ему эти же картинки в другом месте, он уже потеряется. Дети привязаны к среде. Ещё мне кажется, выражать эмоции учат нас танцы эти же, например. Да, да, да. Театральные студии. То есть, например, актёрское мастерство. И ребёнок, если даже в семье, например, это не принято, он, видя это, да, и проживая вместе со своими, например, ему дали какую-то роль какого-то героя в спектакле в детском, да, он, опять-таки, вот как раз мы и говорим, нарабатывает вот этот эмоциональный интеллект. Тут тоже надо смотреть от уровня желания ребёнка. То есть, может он, хочет ли он это делать. Потому что, как правило, это очень сложный вид деятельности. Нам чаще проще научить ребёнка читать, считать, я не знаю, бежать на лыжах, нежели выразить себя там волком, белкой, изобразить. То есть, это очень сложная, самая, наверное, сложная вещь выразить свои чувства, эмоции, а ещё сложнее прочитать об этих эмоциях у окружающего мира. Действительно, потому что даже нам, взрослым, иногда, да, это бывает непросто. Но нас, опять-таки, этому не учили, да. А если мы будем помогать нашему ребёнку об этих чувствах говорить, прислушиваться, да, ну, например, я вот спрашиваю маленького, он сердится, злится, я говорю, что ты сейчас чувствуешь? Да? Где ты сейчас это чувствуешь? И он начинает это как-то слова... Обликать. Да, обликать, выражать. А потом он уже приходит и говорит, ты уходишь на работу? Я говорю, да, он говорит, я злюсь на тебя. Я злюсь, потому что ты опять уходишь на работу, да. Ну, после этого собирается и идёт игра от флега. Да, то есть я уже понимаю, что всё, процесс идёт. Хорошо. Хорошо. Итак, идём далее. Давайте поговорим немножко о таких моментах. У вас огромный опыт в том, что вы как раз развиваете детей, постоянно с ними взаимодействуете. Итак, прямо пробежим по пунктам. Какие плюсы есть у раннего развития? Во-первых, мы учим родителей взаимодействовать. Это самый первый плюс. Родитель разворачивается к ребёнку с точки зрения его возможности восприятия мира, не завышая требований к ребёнку. Потом ранний старт, он всё-таки несёт за собой то, что ребёнок раньше начинает делать что-то осознанно для чего-то. Развивается внимание, развивается какое-то мышление понятийное. То есть мы ребёнку даём много систематизированных знаний. Это не отрывочное. Сегодня дал, завтра другое что-то. То есть там идёт система. Ребёнок в этой системе выстраивает свою жизнь, он усваивает системное знание. У него формируется условный рефлекс на определённые виды деятельности. Это потом впоследствии помогает в обучении. То есть он знает, сейчас я буду играть, потом я буду рисовать, потом мы пойдём гулять. Ребёнку, как сказать, легче жить, зная, что его ждёт впереди. У него нет зоны неизвестности. Они даже сами, мне кажется, просят. Они диктуют потом. Мы ведь сейчас поиграли, теперь одеваемся гулять. И он знает, что, например, сегодня мы идём в студию, а после студии мы с мамой идём на горки или ещё куда-то. То есть у него выстраивается алгоритм действия. И вот эта вся организованная деятельность, специально организованная игровая деятельность, учит ребёнка всегда что-то делать. То есть не находиться в состоянии бездействия. То есть можно так сказать, мы уже в этом возрасте формируем активную жизненную позицию. Он не слоняется из угла в угол. Потому что с ребёнком надо всегда играть. Даже эту машинку надо учить катать. И когда мы научили её катать, мы должны научить уже строить дорогу. После дороги должен быть мост, тоннель, потом лес и так далее. А в лесу что-то этому всему нужно научить. Сам бездумно катая вперёд туда-сюда, получается тупиковое движение, которое ведёт сами знаете куда. Действительно. Смотрите, в процессе, я бы сказала, раннего развития он приобретает определённые навыки, да? Да. Причём эти навыки потом в будущем неплохо скажутся на его самооценке. «Смотрите, я это уже умею, у меня это уже получается, следовательно, я уже герой». Я успешная. Я успешная. Может быть и так. Ну и как раз мне ещё нравится, опять-таки я от себя немножко добавлю, мне нравится раннее развитие тем, что когда ребёнка ты наблюдаешь систематически, ты понимаешь, вот можно вовремя раскрыть таланты. То есть бывает так, что ребёнку просто не давали возможность вот себя вот проявить, да? А вот сейчас, когда ты уже... Я бы в этом возрасте сказала, наклонности, таланты потом уже. Да, таланты потом уже. С техникой. Да, ну видно, что вот это вот очень артистичная там, да, личность, а вот у этого всё очень логично, поёт, чётко и по расписанию. Просто в раннем развитии ещё у родителей, ну вот в период раннего развития у родителей ещё мало складывается стереотипов по поводу того, кем будет у них ребёнок. И то есть если они попали в такие, как сказать, профессиональные русла, их можно ещё свернуть. Вашему бы танцевать. Посмотрите. Попробуйте. Попробуйте. И родитель видит на фоне других детей, что действительно у него это лучше получается. Другой ребёнок лучше схватывает там, я не знаю, какие-то пазлы, предположим. Вам бы вот это. Кто-то поёт. То есть там идея раннего развития, она строится на разных видах деятельности. То есть в процессе 45-минутного занятия идёт там, ну, 6-7 видов деятельности. Поэтому родителю и педагогу очень легко отслеживать, что нравится, что интересно ребёнку. И что получается. Что получается, да. Если нравится, то это получается. От чего он вообще, от какой деятельности он уходит в угол, он говорит, я не буду. Да, ни за что. Ни за что. Ни за какие ковришки. Хорошо, какие минусы? Какие минусы у раннего развития? Видите ли вы вообще эти минусы? Минусы знаете в чём? Когда родители начинают этим злоупотреблять. Есть, например, определённая циклограмма. Два-три раза в неделю достаточно. Но когда ходят в 2-3 школы развития, то есть каждый день куда-то водят, я считаю, что это перебор. Почему перебор? У ребёнка идёт эмоциональный перегруз. Дети всё равно в силу своего возраста, они не могут в свою систему включать много людей. Они утомляемы, да, ещё высокие? Они утомляемы. Это во-первых. Во-вторых, идёт такой большой шумовой нагруз на ребёнка, потому что каждый ребёнок издаёт какой-то звук. И звуки в разных помещениях, они разные. Это несёт определённую нагрузку и раскачивает нервную систему ребёнка. То есть нужно найти свой путь. Два-три раза в неделю замечательно. Больше не надо. И учитывать интересы ребёнка. Однозначно. Это в обязательном порядке. Оглядываясь, именно оглядываясь на это, хочет, не хочет, получается, не получается. Потому что порой вот ребёнок, ну, не хочет, чего это делать. Хорошо. А вот смотрите, получается так, например, он тут походил, там походил, вот уже там с трёх лет ребёнка везде водят, и вот везде он уже больше не хочет. Не хочет и всё. Вот есть какая-то такая формула, что мы, например, договариваемся, чтобы не сложилась у ребёнка система, походил немножко, не захотел, я не буду. Да? Ну, чтобы не получилось такое, перекати поле. Знаете, я вроде там всё-всё-всё уже в этой жизни не попробовала. Ну, это опять-таки родительские отношения, это семья. То есть если в семье всё последовательно, ребёнок будет последовательно. Если мы сегодня говорим, что мы делаем это, но это не делаем, ребёнок растёт в этом, он это всё впитывает. Ведь учат-то не слова, учат поступки. Мы можем говорить одно, а делать абсолютно другое. Дети подмечают то, что мы делаем. Это действительно так. Ну что, друзья, вот сегодня мы пытались разобраться, кто же такие дети и с чем их едят. Ну, это, конечно, была шутка, а на самом деле о ранних и о раннем развитии, о плюсах и минусах, а также о том, какой современный ребёнок. Мы разговаривали сегодня с педагогом-психологом, заведующей, с директором Центра развития, с Еленой Петушковой. Ну, а с вами была Надежда Бушмилева, практикующая семейный психолог и программа «Практическая психология». Елена, спасибо вам большое. Спасибо.